С той ужасной трагедией прошло почти 18 лет, но до сих пор многие с болью вспоминают страшные цифры. Больше 300 человек погибло в стенах Бесланской школы, из них 186 детей. Эти школьники пришли отмечать День знаний, но 1 сентября 2004 года обернулось для них кошмаром. Кто-то потерял в этот день своих родителей, кто-то братьев и сестер. Многие остались без детей. Сусан Дудзиева является руководителем Северо-Осетинской региональной общественной организации Ассоциации жертв террористических актов матери Беслана. В тот день ее 13-летний сын Заур попросил маму не ходить с ним на линейку. Мол, он уже большой. Вместо нее на праздник пошла старшая сестра, 19-летняя Зарина. Выбраться живой удалось только ей. Сусан Дудзиева вспоминает эту страшную трагедию со слезами на глазах и попросила школьников уважать своих учителей. Ведь именно классная руководительница Заура до последнего боролась за него. Когда его в спортзале поднимали несколько раз и ставили под прицел автомата, потому что только так они могли бы утихомилить шум в зале. И Альбина Викторовна вставала и кричала в зале, это мой мальчик, оставьте, не стреляйте его. Но ему всего лишь 13 лет, хотя он был высокий, уже выглядел взрослее своих лет. Это уже вторая встреча мордовских школьников с очевидцами трагических событий 2004 года. Первыми гостей из Осетии встретили в Рамаданове. В четверг и пятницу аналогичное мероприятие пройдет со школьниками Лямберского, Рузаевского, Инцарского и Ельниковского районов. Цель этих встреч – формирование антитеррористического сознания у подростков и патриотическое воспитание. Алина Налдикоева стала жертвой теракта, будучи 11-летней школьницей. Она посоветовала подросткам не оставаться равнодушными. Нам почему-то казалось, что после пережитого нами весь мир должен измениться. И что никогда и ничего не должно произойти подобного. Подобное, слава Богу, не происходило в плане того, что не было такого большого количества заложников. Но, к сожалению, теракты были. Поэтому очень хочется, чтобы вы оставались всегда неравнодушными. Потому что только неравнодушие, только любовь друг к другу может предотвратить такое. Арина Мелешкина, Павел Толобаев, Наш Новости.